Приветствую вас, зрители и слушатели канала Наблюдатель Реальности. Сегодня я хочу поговорить с вами на такую популярную тему, как шоппинг. Шоппинг – польза или вред? Ну, еще немножко поговорим о механизме лечебного действия камней. Так все же, шоппинг – польза или вред? Ну, человек любит в последнее время удовлетворять свои потребности шоппингом. Ни для кого не секрет. Ну, почему все-таки возникает такое желание? Когда ему плохо, он идет в магазин и покупает вещи. Это означает, что в человеке накопились отрицательные энергии. Их требуется нейтрализовать нравящимся вещами. То есть, вот такой еще способ есть нейтрализации отрицательных энергий. То есть, отдавая за покупаемые вещи деньги, человек через эти деньги избавляется и от своих негативных энергий. И здесь работает своя закономерность. А взамен, дома любуюсь купленными вещами, он получает положительные энергии. То есть, так, через отдачу денег он избавляется в себе от отрицательных энергий. Так у него происходит у человека энергообмен через шоппинг. На время приобретения вещи она становится нужной ему. А по мере того, как он будет привыкать к ней и постепенно выкачивать из нее энергию новизны, энергообмен между ними начнет уменьшаться. И как только он возьмет из этой вещи все возможные для своего усвоения энергии, вещь перестанет ему нравиться и перейдет в разряд старых, надоевших вещей. Ну, сами знаете, как это бывает. Человек чувствует нужность вещи до тех пор, пока вещь несет ему чувство удовлетворения. Так как в таком случае вещь работает с его эмоциональным планом. Окружающие вещи постоянно создают определенный настрой для человека, меняют его настроение. А это говорит о том, что его энергообмен с вещами в доме продолжается. Даже появление одной вещи в доме может надолго улучшить настроение всех членов семьи. А следовательно, такая вещь полезна и нужна всем членам семьи, так как несет всем энергетическое обновление. Более подробно об этом вы можете прочитать у авторов Л.А. Секлитовой и Л.Л. Стрельниковой. О чем молчит наука. Глава 7. Раздел энергетика вещей. Ну, а я немного расскажу вам еще о механизме лечебного действия камней. Почему и как они лечат. Одни камни подпитывают больные органы дополнительной энергией, которая помогает им справляться с заболеваниями. Ну, второй способ лечебного эффекта основывается на том, что некоторые камни не дают органу свою энергию, а наоборот забирают от него больную энергию. И это тоже помогает ему выздороветь. Вы, наверное, знаете, что когда у человека болит поясница, вот раньше бабушки, дедушки прикладыватели в теплый кирпич. Ну, многие там ездят, грязевые ванны делают, то есть глину прикладывают различную. Вот, она вытягивает, так сказать, плохую энергию с органов и помогает органу выздороветь. Поэтому этот способ как бы нетривиальный. Но камни, как и все вот эти способы, способны помогать только на начальных стадиях заболевания. С запущенными хроническими формами болезней они не всегда справляются. Поэтому их хорошо применять для профилактики, но также для начальных стадий и в комплексе с другим лечением. Они тоже дают как бы хороший положительный эффект. Поле подробно об этом вы можете прочитать у авторов Секлитовой ЛА, Стрельниковой ЛЛ, Великий Переход, глава 2. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Если кто может помочь каналу, ниже в описании к ролику даны реквизиты. Вот, всего вам доброго, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok